Хиллери необычен для моих разборов автор. Он не делает и на одну десятую таких же горячих работ, как все предыдущие художники и аниматоры из моих видео, но у него есть много других не менее интересных достоинств. Такой концентрации мемов, отсылок и шуток я видела, возможно, никогда. А уж тем более, чтобы они так хорошо вписывались в очень красивый стиль рисунка. То, что он мало рисует хорни, не значит, что на бусе, которую по ссылке в описании, нет версии без цензуры. Она там есть. А еще и секретная бабочка снежка и эксклюзивное видео от меня. Буду очень благодарна за вашу поддержку, главное, пробелы ссылки убрать не забудьте. Сразу еще расскажу, если вы хотите то же самое, что у Хиллери, только с очень изобретательным и горячим развратом, то Ван к Снеговскому. Пара работ, которого, кстати, разлеталась на весь интернет недавно по Ван Патчману и еще вот это вот. Про него я вам рассказывала, кстати, недавно тоже, но не очень основательно. Хиллери это филипинский художник, но он явно не ровно дышит к России, так как в его работах очень часто прослеживаются наши локальные мемы или вообще надписи на русском языке. За одну из таких работ он, кстати, даже схватил по шапке от твиттерских. Шутка ли, но он нарисовал Наготору вместе с Владимиром Владимировичем. Нет, там нет хорни. Вот этот вот рисунок. Далеко не все поймут, в чем же здесь смысл вообще. Почему персонаж японского аниме на картинке вместе с президентом Российской Федерации? Где суть? В подъезде! Чего? Что? А тут все просто. Наготору озвучивала наша слониха Сумирео Исаки. Я про нее, если что, вот здесь рассказывала. На самом деле рисовать горячо он умеет. Вот эти вот рисунки тому доказательству. Он никогда не перебарщивает с размерами, рисует все приятно и анатомично. Правда максимум, что можно там увидеть, это бубы и совсем уж редкое что-то по-настоящему хорнишное. Типа вот такого вот. Не знаю, когда он начал рисовать, но первые его работы появились в Икс в начале 2021 года. Рисунки сразу были достойного уровня, но это было вообще не то же самое, что мы увидим сейчас. Единственное сходство, что он также рисовал знаменитых аниме персонажей в забавных или крутых позах и еще экспериментировал иногда. Спустя меньше чем полтора года его стиль резко изменился. И он стал рисовать ну очень прям много рисунков по Хеллтейкеру. Тут, как видите, стиль все еще другой. Зато именно в этом стиле впервые стал вирусным его рисунок по дракону горничной. Я правда не понимаю почему. Но затем его рисунки обрели наконец-то конечный нынешний стиль. И уже в октябре того же 2021 года он начал публиковать свои мемные зарисовки, которые начали становиться вирусными одна за другой. Гарантирую, что стиль его рисунков вы не спутаете ни с чем. У них есть ряд особенностей. Во-первых, он практически всегда придерживается правил золотого сечения. Благодаря этому еще размытию линии на фоне рисунки кажутся более объемными. Во-вторых, очень сильно выключенная контрастность, яркость и жесткие тени. И это вместе с необычной зернистостью придает рисункам вид не кадры из аниме, как у всех, а скорее очень сложная картина на холсте. Ну и наконец формат рисунков. Практически все они вертикальны и с довольно крупными планами персонажей. Часто он спокойно обрезает персонажа в кадре, но это еще один его художественный прием. На этот раз связанный с мемами. Прежде чем приступить к самой объемной части с разбором отсылок и пасхалок, давайте послушаем, что нам расскажет наш эксперт. Снежок. Работы изучения так уж и много было, но все понравилось. Да, могу сказать, что он настоящий ценитель пубов. Больших и маленьких, но все рисует одинаково хорошо. Больше всего понравились вот эти вот работы. Одновременно и красиво, и хоро-нешно. Майки-майор и мисата у него всегда хорошо получается. Видимо он любитель доминирующих мамочек. Угу. Я тоже. Чпок контакта у него нет. Твердо и четко всем это вам говорю. За все 173 суточков на Р-34 было замечено всего лишь один писюн. И тот просто без дела болтался. Ну и еще немного хорни с невидимкой из Геройской Академии. Все хорошее, на больше пяти соусеточек поставить не могу. Хорни маловато. Спасибо, Снежок. Ну а теперь я могу рассказать, насколько хило решает за интернет-культуру. Спойлер, очень хорошо. Для начала нужно понимать, что шутит он порой очень жестко, и вы это можете даже не сразу понять. Вот, например, один из очень популярных рисунков. Моника решила прополоскать рот перед зеркалом. А теперь присмотритесь, чем и кто в этом виноват. Еще пример. Аня, Йор и Лойт летят на самолете, ничего такого. Родители уснули, дочка сидит и держит в руках кое-что. Что же это? Правильно, молоток для разбивания стекла. А в нашем случае иллюминатор на высоте в тысячу километров. А вот опять Аня. Хиллари вообще любит ее рисовать. Собирает набор Лего с около тысячелетия. Правда, получилось не совсем. Аня, остановись. Шиканок остается перед танком на площади Тяньаньмэй, теплым июньским деньком 89-го года. Наверное, там какой-нибудь парад или выставка? Что может пойти не так? А вот эта история, я думаю, вы помните, чем закончилась. Конечно же, тортиком и хлопушками. Таких рисунков у него просто прорвы. И будучи внимательным, можно обнаружить просто бесконечное количество отсылок на них. Рисует он часто и просто безобидные, смешные бытовые ситуации. Или перерисовывая знаменитые мемы, как, например, вот эти вот. Пишите в комментариях, какие из них узнали. Где нередко можно заметить у него отсылки к России и нашим отечественным мемам. Например, на рисунках часто виднеется бутылка пива Балтика. Или как вот тут. Узнали? Согласна. Если разбирать и объяснять досконально каждую его работу, то нам понадобится несколько часов. Да и вам потом будет неинтересно их разглядывать, так что остальное я опущу. Удивительно, как Хиллари удалось собрать своих рисунков все до единого качества настоящих картин и произведений в искусстве. Их интересно разглядывать, и каждый рисунок многослойный. Нарисованы они по всем правилам в живописи, практически академической, да и даже эффект холста на них наложен. Что так и говорит о том, что сам автор считает это картинами. Кстати, он их реально как картины делал. Вот холсты с его рисунками. Как я поняла, Хиллари их разыгрывала у себя в соцсетях в формате аукциона. В общем, очень советую ознакомиться лично, ведь подобных художников в интернете буквально единицы. Ну а я же буду рада вашему лайку и комментарию за проделанную работу. Всем пока!